В прямом эфире «Утро в Петербурге» вместе с вами четверг, 25 января, встречает Николай Растворцев, Марина Икова-Ахонская. Несмотря на то, что уже практически подходит к концу первый месяц 2024-го, мы продолжаем обсуждать изменения в нашей жизни, которые принес наступивший год, в частности, с 1 января начал действовать закон, который разрешает использование долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетов. Вот что же это такое? Кому подойдет, точно знает финансовый эксперт Елена Феоктистова, она уже в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Елена. Накопить на будущее, например, на пенсию или подготовиться к непредвиденной ситуации? Такие перспективы нам обрисовывает программа. Чем инвестиционный счет лучше какого-то классического вклада в банки? Потому что для многих это пока что-то сложное, новое, неизведанное. Кому как не вам? На самом деле мы знакомы с индивидуальными инвестиционными счетами 2015-го года, но тогда они были так называемые тип 1 и тип 2, которые предоставляли. То есть это обычные брокерские счета просто предоставляли возможность на получение налогового вычета, на взносы, которые мы делали на эти счета. При этом мы могли приобретать акции, облигации и другие активы, так скажем, и получать налоговый вычет. Особенность индивидуальных инвестиционных счетов типа 3, которые введены с января этого года, и те 1 и 2 типа уже закрыты, их уже нельзя открыть, им нельзя пользоваться, заключается в том, что они открываются на сегодняшний момент минимум на 5 лет, и будет увеличиваться, вот этот минимум, на который счет должен быть открыт, будет увеличиваться ежегодно. И фактически государство говорит о том, что эти индивидуальные инвестиционные счета должны быть открыты минимум на 10 лет. Значит ли это сразу вопрос, что если у тебя произошла в жизни какая-то непредвиденная ситуация, от которой ты хотел как раз страховаться, делая себе вот таким образом заначку, то ты в течение этого периода к своим сбережениям не имеешь доступа? Да, то есть по факту, если вы захотите раньше расторгнуть, вам нужно будет вернуть налоговый вычет, и вам нужно будет заплатить еще и там неустойку. Пока закон в налоговый кодекс изменения еще в состоянии обсуждения, и при этом, конечно, государство говорит о том, что можно будет использовать деньги на дорогостоящие лечения, но опять же я как финансовый эксперт могу сказать о том, что уже 25 лет на рынке придумано долгосрочное страхование жизни, которое гораздо эффективнее в этом плане работает для непредвиденных каких-то обстоятельств. А индивидуальные инвестиционные счета это все-таки первую очередь инвестиции, мы должны с вами это понимать, а в инвестициях всегда есть риск, мы никогда не застрахованы, и это ответственность всегда гражданина, какую акцию купить, какую облигацию купить, пойдет компания вверх или вниз и так далее, и так далее. Так можно сразу несколько счетов открыть? Можно на сегодняшний момент вот этих индивидуальных инвестиционных счетов типа 3 открыть три штуки как раз таки. Вот если ИС должен был быть только один гражданина, и второй ИС не допускался, то есть там только вот в 2022 году, в момент санкций таких активных, у нас было допущение об открытии перехода от одного брокера к другому два счета индивидуальных инвестиционных. На сегодняшний момент вот эти вот ИС типа 3 можно их открывать в разных компаниях, в разных брокерах, даже у управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. И в этот период ты не можешь что-то вот сделать в плане то, что не забрать себе наличность, а перевести из одного фонда в другой? Перевести из одной управляющей компании другую, то есть от одного брокера к другому, это возможно, а вот забрать не получится, причем не получится забрать даже дивиденды и купоны, и это тоже нужно понимать. То есть эти деньги будут все время аккумулироваться на этом индивидуальном инвестиционном счете, и вы должны их, так скажем, реинвестировать, то есть приобретать на эти дивиденды и купоны, опять же, акции и облигации. Потому что вот индивидуальный инвестиционный счет типа 1 и 2, он предполагал возможность, если написать заявление брокеру о том, что прошу дивиденды и купоны выводить меня на банковский счет, все, пожалуйста, можно выводить. То с индивидуальным инвестиционным счетом типа 3 есть вопросы. Есть вопросы. И кому тогда все-таки выгодно хочется. Кому выгодно и какова доходность таких счетов? Доходность зависит от вас. А это риски? Это риск. Это тот риск, который никогда невозможно гарантировать, потому что вы сами знаете, у нас все-таки страна живет в развивающейся экономике, мы должны это с вами понимать. И развивающаяся экономика это всегда высокая волатильность, то есть высокие взлеты и падения. То есть мы можем и в минус уйти? Совершенно верно, да. Но, как показывает практика, естественно, долгосрочные инвестиции, они чем хороши? Они тем, что как раз-таки нивелируют вот эти вот все взлеты и падения. То есть если человек вкладывается на долгосрочный промежуток времени, то доходность так или иначе там будет. Вместе с тем, какая она будет, сказать невозможно. Что вы туда купите, это зависит только от вас. Если вы будете работать через управляющую компанию, то вы должны будете понимать, что вы еще будете нести расходы за управление. Потому что свою комиссию управляющая компания всегда возьмет. И она возьмет не потом, не через 10 лет, когда вы получите прибыль. Да, конечно. Она каждый год будет брать, и неважно, как у вас сработали ваши инвестиции, то есть они положительно сказались или отрицательно, неважно. Управляющая компания свои деньги заработает. Поэтому только свободные деньги, я сразу предостерегаю всех граждан, только свободные деньги, которые вам не понадобятся в ближайшие 3, 5, 7, 10 лет и так далее. А уже вопросы связаны с дорогостоящим лечением, работаем с долгосрочным страхованием. Если нужен финансовый резерв, то есть отпадение доходов, то сформируем финансовую подушку на банковском счете. Какие инструменты тогда сейчас нам доступны для формирования собственного накопительного пенсионного счета, чтобы здесь себя подстраховать? Долгосрочное страхование жизни. Это первый инструмент, потому что он на сегодняшний момент, он был и работает 25 лет уже в стране. То есть когда у нас произошло изменение, так скажем, законодательства и активно функционирует. Вот эти индивидуальные инвестиционные счета, мы должны с вами понимать, они пропагандируют большую доходность, потому что мы будем вкладываться в акции и в облигации. Но опять же, здесь нужно осознавать о том, что эти деньги вам не нужны вообще, у вас даже целей на них нет. То есть у вас остается условно 2 тысячи в месяц, и вы понимаете, что эти 2 тысячи в месяц они... Не проем, не прогуляю, никуда. Да, и вот я могу про них забыть. Хорошо, Елена, есть ли альтернативы, на ваш взгляд, для долгосрочных сбережений? Простой брокерский счет. Вы знаете, вот эта альтернатива гораздо выгоднее. Получается, вот исходя из того, какой вот этот индивидуальный инвестиционный счет типа 3, как его сейчас позиционируют и как он выглядит, простой брокерский счет гораздо выгоднее. Почему? Потому что здесь я могу в любой момент продать те же самые акции и облигации. Да, я не буду получать налоговый вычет со взносов, но налоговый вычет с активов, которые там будут лежать, я смогу получить, если эти активы будут лежать не менее трех лет. Пока закон у нас не изменился, налоговое законодательство в этом плане остается. Брокерский счет управляется в том числе и мной, или это предоставляется... Ну, то есть вы открываете через брокера, вы открываете через брокера, и если вы будете подключать так называемую услугу доверительного управления, то, конечно, будет брокер управлять и опять же будут деньги зарабатывать. А так вы можете самостоятельно покупать акции и облигации и дивиденды выводить, и купоны выводить, то есть это будет небольшая такая, знаете, прибавка к вашей зарплате. И если вдруг нужны будут резко деньги? Деньги, вы, пожалуйста, вы просто получаете и все. То есть здесь вот особенность этого индивидуального инвестиционного счета типа 3 и как бы заключается в том, что я могу получать налоговый вычет и на взнос, и на доход. А по факту есть только ограничения, которые могут в процессе жизни показаться невыгодными. Поэтому имеет смысл открывать просто брокерский счет как альтернативу. Елена, благодарим вас за этот актуальный и интересный разговор. Редактор субтитров А.Семкин